Волнуется, любит, работает, шалит. Все это можно сказать о сердце. 29 сентября во всем мире особое внимание уделяют профилактике и вопросам лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы с сердцем и сосудами в лидерах среди причин внезапной смертности. В этом году темой Всемирного дня сердца выбран призыв «Пообещай своему сердцу что». Это может быть и отказ от табака, начало утренней зарядки или просто регулярные прогулки на свежем воздухе. Подробнее далее в материале. Здоровье каждого человека на 40% зависит от образа жизни. На 30% от генетики, 20% экологии и только на 10% от врачей. Хотя по факту все складывается с точностью наоборот. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и, как следствие, сердечно-сосудистые заболевания – главные причины смерти населения. Юринский, Горноморийский, Волжский, Оршанский и Звениговский районы пока лидеры этой страшной статистики. В группе «Риско» мужчины. В отделении медицинской реабилитации «Шкралы» сегодня на лечении 46 человек и только 8 женщин. Сюда поступают прооперированные пациенты после инфаркта. Многие до рокового момента не догадывались, что у них есть проблемы с сосудами и сердцем. Вы крутите, я давление посмотрю на нагрузочку у вас. Все хорошо, Василий Васильевич, 130 на 80. Продолжаем так же, да? Угу. Хорошо. А поводом задуматься о здоровье могут стать обычные боли в груди, особенно на нагрузку. Анна Лежнина, врач-кардиолог со стажем, подтверждает, случаи, когда инфаркт происходит у людей на фоне внешне полного здоровья, зачастили. Рекомендуя всем без исключения после 35 лет проверять уровень холестерина в крови, отслеживать давление и проходить диспансеризацию. Если я рекомендую пациентам заниматься физкультурой, правильно питаться, не курить, то, соответственно, я сама должна это соблюдать, чтобы с чистой совестью давать такие рекомендации. Лично я стараюсь минут 15 с утра себе легкой физкультуры с утра выделить, просто чтобы элементарная суставная гимнастика, чтобы организм проснулся, запустилась в сердечно-сосудистые системы и уже как-то легче потом на работу идти. Инфаркт миокарда в прошлом году стал причиной смерти 151 человека, и цифра эта в регионе из года в год растет. Пережившим переломный момент предстоит период восстановления. Дыхательную гимнастику в отделении дозировано дополняют физическими нагрузками, которые теперь должны стать для всех пациентов регулярными и вне больничных стен. Советую всем посещать бассейн. Из 71 года своей жизни, 65 лет, ежкаролинка Любовь Викторовна в спорте. Три раза в неделю бассейн ежедневно до 10 километров пешком рано ложится спать и встает с рассветом. Вот видите, мышцы разрабатываются, никаких тут сложностей нет. То есть физкультура и спорт удлиняют жизнь, дают хорошее, бодрое настроение, и ты всегда весел, жизнерадостный. Но еще главное, особенно если люди в бодрости, нужно следить за своим здоровьем. Качество жизни – личное дело каждого. О привычке – основа характера, убеждена героиня. Педагог в прошлом и сейчас учит свое окружение выбирать спорт для души и не отступать от намеченного, несмотря ни на что. Чтобы не было перебоев в работе сердца, я всегда буду положительно настроена эмоционально, буду заниматься спортом. Я в этом году в том, что я его буду поддерживать в здоровом рабочем ритме. Редактор субтитров А.Семкин